Всем привет! Сегодня 21 февраля и я начинаю высевать лук на рассаду для получения репки. В этом году у меня Exhibition Globo. Они между собой чем-то похожи. Это салатные луки и очень крупные. И еще буду высевать это Narvita Hybrid. Луговица небольшая, до 200 грамм. Высевать буду сразу в теплицу, в грядку в марте месяце, когда буду сеять редиску, зелень и посею этот лук на рассаду. И уже в мае буду его рассадой высаживать в открытый грунт. Ну а сегодня у меня будут посеяны вот такие два сорта. Итак, высевать буду вот в такой черный ящик. Глубина его не менее 10 сантиметров, потому что лук отсюда сразу пойдет на высадку в открытый грунт. За дня два, наверное, я пролила землю фитоспорином. Земля своя, приготовленная с осени. Делаю вот такие бороздки аккуратные. Я вообще лук люблю высевать борозды, потому что дальнейший уход очень удобен. Его удобно и рыхлить, и в общем ухаживать. Борозды я также пролила вот таким препаратом, как гумат калия. Это бутылка литровая, это еще у меня осталось у нас с прошлого сезона. Вот здесь такой небольшой расход идет. Здесь еще, наверное, стакан гумата осталось. На один сезон такой бутылки вполне хватает. Я разбавляю в небольшом количестве воды и пролила борозды. Четыре дня назад я замочила лук. Лук глоба необработанный. Семена черные. Но уже видно, что начал проклевываться. Это вот четыре дня назад я замочила. Эксибишн семена обработанные. Я знаете, как хочу сказать, что некоторые говорят, что обработанные семена не надо замачивать. Но лук и семена я замачиваю. Обработанные они, не обработанные. Он тоже здесь некоторый начал проклевываться, но совсем слегка. Вот тоже можно, наверное, видеть маленькие корешки. Я не жду, когда он весь проклюнется, чтобы здесь все в корнях было. Потому что, когда сильно прорастает лук, особенно в ватных дисках, застревают корешки, они обламываются. Поэтому не жду, чтобы они были с большими корнями. Да, еще я не сказала, что семена я на четыре дня замочила в суспензии хлореллы. У меня большой объем. Разливаю в небольшую бутылку, вот в такую, для удобства в применении. Все, беру пинцет и раскладываю в борозды семена на расстоянии примерно в полтора, а может быть даже в два сантиметра. Где уже есть корешки, конечно, надо быть аккуратным, чтобы их не поломать. В общем, сейчас я все разложу. И подключусь. Семена я разложила. Получился небольшой остаток, но это я уже потом досею. Получилось три ряда. Глоба и остальное оксибишин. Сейчас обязательно, конечно, семена лука нужно присыпать. Как я уже говорила, что я использую свою землю. Для разрыхления здесь я добавляю только песок. Земля тяжеловата. И для присыпки я использую торфалин. Я его использовала на всех культурах в прошлом году. Мне понравилось. Поэтому в этом году я его тоже буду использовать. Это не кокосовый субстракт. Кокосовый субстракт, он более волокнистый. Попадаются вот эти, как длинные волосы. А вот торфалин, он такой более плотный, более рыхлый. Ну, похож чем-то на землю. Очень хорошая у него структура. Мне понравилось. И лук будет легко пробиваться, потому что семена это покупные, не свои. Поэтому как он будет прорастать, я не знаю. А своя земля, конечно, она тяжеловата, чтобы росточку пробиться. Поэтому присыпаю торфалином. Небольшим слоем. Обычно это не более 1 см. Хочу сказать о сроках посева лука. Я лук сею в феврале. Вот сегодня 21 число. Потому что у меня есть лампы. Я вообще не советую у тех, у кого нет ламп, сеять лук в феврале. Почему? Потому что, ну, будет он падать, будет хиленький, будут эти ниточки торчать. И толку особо никакого не будет. Когда у меня не было ламп, я сеяла его 10 марта. Тогда рассада получалась крепкая, хорошая. Не было, понимаете, вот этого момента, когда начинаешь лук чем-то кормить, что-то с ним делать, брызгать его, стимулировать постоянно. Почему? Потому что нет света. Так и смысл тогда его сеять. Если в марте можно посеять, он лучше будет выглядеть, чем у вас он посеянный в феврале. Для Московской области вообще до 10 марта, я считаю, что сеять лук можно смело и будет нормальная у вас головка. И так я немножко его утрамбовываю, но совсем слегка все. И обязательно я сверху сейчас с распылителя побрызгаю. Здесь у меня разведен гумат калия. И я его сверху, прям так знаете, хорошо промочу терфалин. Еще хочу сказать о ранних посевах. Я сейчас говорю за Московской областью. Видели, сколько в Московской области снега в этом году выпало? У нас деревень до сих пор по колено снега. Он вообще еще даже и не думает. Уже скоро март месяца, он еще не думает таять. В этом году будет затяжная весна. Как, собственно говоря, и в прошлом году это было. Я не то. Я сейчас просто смотрю, что даже уже начали культуру сеять для открытого грунта. Я вообще еще даже для теплицы не стала сеять. Но смысл сеять сейчас томаты, перцы и баклажаны для открытого грунта, если снег будет сходить очень долго. Поэтому не вижу смысла для таких ранних посадок, если, во-первых, у вас не отапливается теплица и нет ламп. О какой вообще рассаде может быть речь? Ну, не знаю. Я, знаете, первый томат свой в теплице сорвала 20 июня. Ну, пускай я сорву его 20, а люди, которые сеют в январе, его сорвут 10 июня. Ну и что? Так сколько для того, чтобы сорвать этот единичный помидор, сколько нужно усилий для этого? Я не вижу в этом смысла. Поэтому томаты я буду высевать в 15-х числах марта. Это для теплицы. Для открытого грунта это будет апрель-начало. Баклажаны у меня в этом году будут расти в открытом грунте. Я их тоже буду позже высаживать, чем в прошлом году. А перцы я буду высаживать в теплице. А сеять я буду в 5-х, в 10-х числах марта. Ну, скорее всего, начиная с 5-х чисел. Итак, продолжаем с луком. Я беру пакет, накрываю ящик. И этот ящик я ставлю на пол, на лоджию. Полы у меня с подогревом. Луку, конечно же, нужно тепло, чтобы взойти. Как только появляются петельки, я его сразу выставляю под лампы. И, конечно же, пакет убираю. Вот так несложно и просто я высеваю лук для получения репки. Если вам было интересно, заходите на мой канал, подписывайтесь. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok